Продолжение следует... Какую одежду и прически носит, какую пищу ест, сколько ему позволяется спать. Главной целью контроля информации является максимальное ограничение доступа адептов к чужим источникам информации. Контроль эмоций нужен для осуществления манипулирования и сужения спектра чувств личности. Фактически формируются фобии на выход из организации и провоцируются крайности эмоциональных пиков и спадов. Контроль мышления достигается с помощью техник прекращения мышления, чтобы член группы ни за что не позволил себе критических мыслей о доктрине и лидере и не сомневался в их приказах. Итак, используя систему запретов, в радикальной группе создают условия для практически полной остановки мыслительных процессов за их ненадобностью, своего рода рудимент. Таким образом формируется зависимый тип личности, движимый только эмоциями. Важно учесть, что речь сейчас идет о рядовых членах группы, а не о лидерах. Как ни странно, находясь в такой закрытой системе координат под полным контролем группы, человек чувствует себя очень комфортно. Не надо ничего решать самому, на все сложные вопросы даны простые ответы, и все мельчайшие аспекты жизни уже регламентированы. Но за мнимое чувство такого комфорта человек заплатит в буквальном смысле собственной жизнью. И все же есть и оптимистичная нота. Даже после изощренного насилия истинная личность человека способна на возрождение и возвращение к нормальной жизни, если она изначально сформировалась в обычной социальной обстановке. Есть все основания для эффективной помощи жертвам культов. И все-таки лучше исключить такую ситуацию заранее. Поэтому не позволяйте никому забрать у вас право на ментальную свободу. Озвучивайте не чужие, а собственные мысли с сомнениями, недоверием и критикой. Помните, что сомнения — это признак здорового разума. Истина их не боится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...